Моменты, о которых я сегодня буду говорить, они остаются в рамках такой философии, но это само собой разумеется. Вот давайте про это само собой разумеется и сейчас попробуем немножечко поговорить. А какие вообще требования к современной эндоскопии в настоящее время? Это действительно должно быть высоко информативным, комфортным для пациента и врача, ну и что немаловажно, безопасным, причем для обоих. И как это все можно обеспечить? Обеспечить только благодаря каким-то требованиям, которые мы должны предъявлять к себе в первую очередь, к аппаратуре, но к пациенту, то есть правильного подготовить и создать правильные условия для проведения этого, собственно, следовало. Если говорить о видеосистеме, то, конечно, мы в настоящее время должны иметь в своем вооружении технологии с высокей разрешающей способностью использовать различные уточняющие методы диагностики. И наша жизнь сейчас без цифровой хромометископии представляется возможной. И желательно иметь различную линейку так называемых аппаратов для того, чтобы в зависимости от потребностей взять тот эндоскоп, который нам в настоящее время нужен. И, конечно, мы не на это должны смотреть, а мы должны смотреть, как на верхнюю видеокамеру, не на внешний ее вид, а на внутренний значимый. Опять же, повторюсь, должно быть изображение высокой четкости, автоматическая адекватная коррекция яркости изображения, что само собой разумеется, и использование кромографии и узко-экстральных режимов осмотра. Это технология, которая нам дается в помощь. Мы должны все-таки изменения с вами видеть в белом свете. И что-то, если мы заподозреваем, что-то не очень хорошее, уже детально осматривать эти места и применять технологию. С учетом важности этого события, такие технологии есть у любого производителя эндоскопической техники. Они немножко по-разному называются, но общий смысл их один. Мы должны разглядеть, увидеть, понять, как мы все это будем лечить. И будем ли лечить это мы, или мы должны отдать пациенту какому-то, так сказать, более радикальному врачу, типа хирурга. То есть мы должны не только распознать болезнь, но и определить тактику лечения. И это, к сожалению, или частью, большая частью ложится на наши плечи при первичном осмотре пациента. Мы не должны забывать о тех методах, витальных красителях, которые также нам могут помочь и не все полагаться на наш высокий уровень эндоскоп с электронной хромоскопией. И не забывать о том, что есть витальные красители, которые нам помогают улучшить визуализацию структуры поверхности слизистой. Четче разглядеть рельеф и, собственно, понять, данное образование является ли оно доброкачественным или является оно злокачественным. Потому что сейчас есть достаточно четкие корреляции между тем, что мы видим, и тем природой этого образования. По крайней мере, задача отличить добро-зло. Один из таких дешевых и полезных красителей, в частности, при такой заживо-трепещущей проблеме, как пищевод БАРТ, является уксусная кислота, которая позволяет буквально за секунду сделать условия визуализации абсолютно другими, более лучшими и комфортными для воспринимания процесса. Что такое ранняя диагностика рака? Ну, это знак равенства диагностика раннего рака. Когда эндоскопист видит такую картину, вот я, например, расстраиваюсь, потому что это явно не мой пациент в будущем, да, даже это не хирургический пациент, это пациент, который, ну, к сожалению, большей частью будет зависеть от химиотерапии, от онкологов, которые потом будут его вести, потому что хирургическое лечение, как мера избавления человека от рака, она уже, как бы, ну, здесь будет исчерпать свои возможности. Удаляем первичный очаг, но пациент остается, собственно, под вниманием онкологической целой бригады, да, среди которых, как бы, онколог может иметь ведущее значение. Наша задача найти такой рак, да, непонятно, что здесь мы немножко поиграли с четкостью изображения. Найти рак в данном случае бывает достаточно тяжело, но если мы применим или возьмем аппарат с высокой детализацией изменений, то в данном случае мы увидим небольшие изменения на фоне покраснения эрозимного характера, и это доказанный, верифицированный рак. Такой рак найти – большое счастье, потому что вы можете человека излечить самостоятельно, сделав ему одну из тех операций, которые вот вчера демонстрировал Олег Владиславович. С учетом того, что степень, так скажем, инвазивности имеет ключевое значение, можно ли мы помочь только локальному лечению. Если глубина изменений слизистой опухолевого характера достаточно поверхностная, то есть ограничена мышечная пластинка слизистой, то риск поражения региональных лимфатических узлов, он достаточно низкий, и наше локальное лечение может оказаться радикальным и помочь человеку. Но если инвазия возникает уже по слизистой слой, то очень большая вероятность поражения регионального лимфатического аппарата, и наше местное лечение – это уже не венец, а, собственно, лишь некий этап инвазивной диагностики, на котором мы понимаем, что даже удалив изменения местные, мы, к сожалению, с сопроводоболезненными поборолись, надо делать лимфандотомию, как минимум, лимфандотомию, для того, чтобы достичь оптимального уровня, то есть при помощи орфологическому больному. Вот такие изменения мы должны видеть. То есть если мы видим глазом что-то, помогает нам цифровая хромоскопия, это тоже ранний рак, который тоже можно вылечить, собственно, он был излечен нашими руками, и это ранний рак, который тоже надо увидеть, приблизиться, рассмотреть в более, так скажем, детальном изображении, с применением цифровой хромоскопии и цифровой хромоскопии. И это тоже ранний рак, который, ну, в данном случае было тяжело пропустить, потому что он находится в достаточно узком месте, в пищевозно-желудочном переходе. Я здесь просто хотел остановиться о том, что, разглядывая ранний рак, мы должны еще думать о том, как мы будем его удалять. Несмотря на то, что он достаточно маленький, локализация этого образования, она, ну, как бы, достаточно трудная для удаления, поэтому не знаю, как мы, ну, как вы, но мне кажется, что всякий эндоскопист, он должен еще думать о том, не только о диагностике, но и, возможно, в лечении. В данном случае, как бы, понятно, что болезнь есть, вроде как измер даже биорсию взять, но так долго и пристально рассматривали для того, чтобы прицелиться, как ее излечить, потому что она там прячется за аппаратом, за эндоскопом, надо вращать, пересценировать самого человека, осматривать на разных интенсивностей инсуфляции, делать чуть поменьше, чуть пониже, или наоборот, больше разбивать для того, чтобы расстреляться, собственно, как это удалить. Если, вот смотрите, в начале оказалась абсолютно недостигаемая позиция, вот так разглядевшись, представлявшись, понимаем, что, ну, как бы, хотя бы время, которое нам потребуется на процедуру подобного рода. Это еще один пример того, о чем я говорил. Мы должны и можем, при наличии соответствующих знаний и разрешающих способностей нашей аппаратуры, предположить, будет ли наше эндоскопическое лечение адекватным и каково, оно, естественно, строится на предположение глубины и два зимового поля. Если вот видим аденому, то, собственно, нашему аспекту и нашим интерес привлекает депрессия практически в центральной части, где теряется структура поверхности слизистой, теряется структура ямочного ортителия, и он становится как бы структурным. Это признаки глубокой инвазии по слизистой слой. Несмотря на то, что сделать помешательство можно эндоскопическое, ну, в данном случае это абсолютно не сочетается с радикальностью вмешательства в онкологическом аспекте. И не знаю, как конкретно в этом случае, по-моему, мы даже отказались от удаления и отдали пациента-хирургам, чтобы сделать не только удаление, но еще и зарабитую аспектомию, которое в данном случае позволит соблюсти все онкологические принципы. Еще один важный момент, откатываемся назад, подготовка к эндоскопическому исследованию, потому что мы не только должны быть готовы аппаратурой, но мы должны подготовить нашего пациента и спернуть, может быть, со стороны пациента на это вмешательство. Что думает пациент об эндоскопическом исследовании? Для него оно неприятно, эмоционально окрашено. И что должны думать мы про эндоскопическое исследование? Что оно должно быть высоко информативным, ревозивным и уже как бы эмоционально окрашено. Но, к сожалению, оно сопряжено с риском инфицирования больного, если мы правильно обработаем аппарат инфицирования, нет персонала, если мы не соблюдаем определенные должные, требования по защите себя от пациента. И развитием осложнений, которые зачастую определяют как бы судьбу больного, да? И мы должны быть готовы, ну, по крайней мере, думать, чтобы эти осложнения не случились, да? И если уж вдруг они развились, думать о том, как мы можем экстренно их спасти, потому что часть из них достижены даже с витамином исходе. Мотивация врача понятна. Это метод, который он назначает для того, чтобы увидеть болезнь, которую он подозревает клинически. Либо случилась такая ситуация, когда у человека большие шансы на развитие болезни, которые клинически не проявляются. И ситуация пациента, она нам непонятна, потому что пациент любым образом пытается избежать этого неприятного исследования, заменить его чем-то другим. Поэтому с пациентом надо, как бы, говорить. И среди всех пациентов надо в любом случае определять людей комплоентных, которые понимают, зачем им идут. У людей нет комплоента, с которыми надо проводить определенную беседу. Потому что если что-то случается у человека, который некомплоентный, то это проблема, которая связана с нашими следственными комитетами, с ими прочими делами, с жалобами, общением с главным врачом, который нас, собственно, отвлекает от нашей жизни, но является, как бы, частью тоже нашей жизни. Отвлекает нас от работы, но мы должны им заниматься. Поэтому лучше их предвосхитить, поговорить с пациентом. А то есть, как бы, определенная мотивационная стратегия, какая-то печатная литература, разговор в формате, причем, понятно, пациенту, что надо опуститься до его уровня. У всех разное интеллектуальное развитие бывает. Опуститься до его уровня и говорить, что называется, на его языке. Может быть, какие-то приводить личные примеры. Например, из практики пациент не должен сразу попадать в медископическое исследование, как это ни странно. Он должен посидеть в коридорчике, собраться с мыслями, полистать, почитать. Это, как бы, фотография нашего отделения, где есть все то, которые, все те вопросы, которые пациент хотел бы знать перед исследованием. И почему это все будет ему проводиться. Каким аппаратом, как мы его обрабатываем. Не забывайте, это литература, которая сразу снимает с вас очень много вопросов, и она хорошим должна присутствовать. Человек должен с ней познакомиться, успеть познакомиться. Как же мы можем обсуждать с пациентом различные варианты проведения медископического исследования, если мы имеем в своем арсенале, к примеру, аппарат ультрофтонки, трансназальный, да, может быть, даже отчасти предложить ему такую методику, либо предложить ему исследование в отсидации или во сне, которое сейчас набирает очень большую популярность в этих пациентах. Конечно, должны оценить состояние пациента, наличие каких-то сопутствующих болезней, очень важно наличие аллергии на местной анестетике. Как говорит, после совсем недавнего опыта некого письма из прокуратуры по поводу выбирать с одним пациентом. Оценить местный статус, состояние глотки, потому что на высоте ангины, ну, как бы, наверное, тоже не очень хорошо, даже не показано в том, где мы получили скопические исследования. И о чем мы должны, в частности, забывать, это финал нашей беседы. Финал нашей беседы – это информированное согласие пациента, который он должен заполнить, и врача, который будет его исследовать. Я, как бы, ну, настоятельно призываю вас, если еще нет в вашей практике, чтобы это было, потому что любая конкретная ситуация, она разрешается путем наличия неправильно оформленного согласия. Очищение желудка не буду говорить, вчера очень подробно про это говорили. Наверное, есть смысл поговорить про очищение нашего эндоскопа, потому что помимо комфорта оно должно быть безопасно как для пациента, так и для нас. И очень важные моменты, связанные с включением самого оборудования, но с проверкой его перед исследованием тоже имеет немаловажное значение. Большей частью это как бы исходит, выходит за рамки, может быть, врача. Мы редко включаем это оборудование, презентация, исходно даже готовилась до среднего медицинского персонала, что должен видеть, как бы, врач, он, заходя в кабинет, должен видеть аппаратуру, которая уже включена и готова к работе. И своих сестер надо этому учить, да, чтобы они поняли, какие кнопочки они должны включить, понять, что какая-то вот кнопочка, каким цветом горит, да, что значит, чтобы вовремя понять, что оборудование, например, не готово, и отдать сигнал тревоги. Она говорит, я что-то сильно сомневаюсь, но вот это работает не так, как обычно. Давайте проверим, чтобы мы уже не с человеком, с эндоскопом во рту или в другом месте начинали искать, почему у нас отсос не работает, еще какие-то неповодки, кнопочки где-то не горит. Еще один важный аспект, который тоже вливается в нашу жизнь, это эндоскопия на углекислом газе. Это может быть более актуально для нижних отделов пищеварительного тракта, но и для верхних тоже имеет свое значение. И уж, естественно, если мы сейчас говорим о безопасной оперативной эндоскопии, то как бы оперативная эндоскопия должна делаться на углекислом газе, потому что отвертный углеков всасывается и легче переносится с пациентом. Но самое главное, что это бактериальная среда, если мы делаем какие-то вещи с переживанием спринкновения душной полости, то это как бы вещь, которая значительно сокращает число возможных осложнений. Мы можем с ним достаточно легко справиться. Но как бы лишним отражением всего этого процесса и важности, что все фирмы-производители имеют такой СО2-энцифлятор. На самом деле, мне очень всегда непонятно нежелание врачей иметь это, потому что это дешево, достаточно это доступно, лишь наше желание ограничивает по минимуму. Поверьте, люди, которые ходят с полноскопией на воздухе и с полноскопией на СО2-энцифлятор, это совершенно разные люди. Если уж говорят, что, извиняюсь, девочки не кукают, из них улетают бабочки, как говорится, то, ну, собственно, для нас это очень важно. У нас как бы пациенты уже приходят мотивированные, они спрашивают, а у нас будет, а у нас с тонким аппаратом будет. То есть люди, пациенты наши тоже уже достаточно хорошо и много знают про нашу профессию. Ну, подготовка инструментария тоже имеет важное значение, как бы так взглядом посмотрели. На столике, помощники, все должно быть по минимальному объему, не должно быть, во время исследования, не должны мутаться по кабинету, искать, у нас там цапка большая или еще что-то, все должно стоять. Готовность к лечению возможных осложнений. Это те осложнения, которые на нашей практике просто случились в жизни. Обычно газ скобиют раз к тому человеку 80 с лишним лет. Ну, так просто срыгнуть человек и вот такое поражение по типу МОЛИВСа, разрыв в области пищеводно-желудочного перехода протяженностью, по-моему, 6 сантиметров. Ну, как бы в данном случае, к счастью, без кровотечения. Но, тем не менее, надо быть готовым к тому, чтобы наше диагностическое исследование сразу же превращалось в лечебное, потому что в тот небольшой период времени, когда мы можем вылечить человека сами, эндоскопически, малоинвазивно, он, к сожалению, пройдет час-два-три, и мы уже не сможем человеку поднажить наши эпидокоррекции. Еще одно загадочное местечко, когда в день выписки абсолютно молодой девушки развилась клиническая картина выраженного кровотечения, с веленой, жесточайшей, и откуда, собственно, болезней никаких не нашли, и более того, эндоскопическое исследование сверху и снизу было выполнено накануне. Соответственно, сделано колокол эндоскопии, в случае кровотечения не было найдено, но только подавалось глубинно заслонки. Было сделано исследование сверху, которое тоже там существенно ничего не выявило, потом девушку подготовили и еще раз пересмотрели и нашли вот такую штуку, которая нам, как бы я сначала, в экстренном порядке, казалось, что это вообще астрономальная опухоль с экстраорганным компонентом, который вот так манифестировал, потому что имеется какое-то объемное образование, и кажется, что большая часть его находится за пределами пищеварительного тракта. В общем, долго думали, сделали КТ, ничего не нашли, сделали эндоскопии, ничего не нашли, и уже порывшись, так сказать, в голове, в документах, этой девушке просто бралась за уточной аэксией по поводу целиакии. Да, исход, 3 литра кровопотеря, и девушку делали спасли. Ну, благо, все само самостоятельно разрешилось. Еще одно интересное исследование, когда человек, который имеет желание обучиться РПХД, он сказали, что сначала давайте научиться в аэкскопии делать, потому что это другой аппарат, вторую линию, человек с подозрением на интернатулярную пеномму, соответственно, протокол на САНО должны взять биопсию, собственно, как, ну, возьми биопсию, а там разберемся, а где с вами, как бы, все консультативный момент, кончился, ну, и ушел, так, через 3 минуты, ну-ка, ну-ка, зайдите, пожалуйста, в кабинет аэкскопии, да, чуть промотаю, все очень просто, надо знать наше оборудование. Цапка кончилась, не появилось в поле зрения, где же цапка, да, тут мы просто 3 раза повторили, а цапка, она ушла за пределы бещеварительного тракта, потому что надо понимать, что есть подъемник, который, если вовремя не чуть подкрепить, он, собственно, инструмент выходит в поле зрения, да, ну, как бы, врач в шоке, да, а все заканчивается достаточно просто, имею клипсочку, в этом же кабинете все, ну, ты вам еще разрешил за 4 минуты. То есть она обладает скрипса, и все спокойны, мы спокойно, как бы, выполнили что-то там еще дополнительное. Мы понаблюдали за человеком, без какого-то дополнительного украсивного обеспечения, мы сейчас будем получать, закончимся. Надо быть готовым к этому. Вот это вот то, что, к сожалению, тоже было давно, так сказать, в очень известной клинике, когда заходишь и видишь, что у тебя есть полотенце для рук и полотенце для горчаток. Это не очень допустимо. Вот то, что, как бы, имеем одноразовый фартук, который защищает нас, опять же, от жидкости, маски, да, с защитными, защитной пленкой, либо просто очки, перчатки одноразовые для каждого пациента. Не взять мистилины. Вот, но это должно быть. Плюс еще должно быть антивич аптечек, потому что если речь идет о серьезных каких-то делах, мы должны достаточно быстро эти вещи решать. Вот. Еще важный вопрос – это обработка, обработка нашего эндоскопа. Потому что многие говорят, давайте я подойду первый, да, чтобы мне, вот, значит, первый сделали гососкопию еще чистым аппаратом. Я думаю, а что вы думаете, что после вас аппарат будет нечистым? Ну, или то, что, как бы, он чистый с утра, и только вечером, ну, что поэтому мы должны это дело контролировать, потому что это не сестерское дело, это врачебное дело, да. Вот в первых моментах мы должны знать, как это делается, заучить наших сестер. Ну, уж пардон за такую, может быть, в безлишнюю подробность, но существует, как бы, разный этап обработки. Если первичная обработка вообще делается в кабинете, мы должны прокачать канал аппарата дезинфектантом, и если есть вот такой универсальный набор, так вообще еще обработать сверху. То есть это не дезинфектант, это эргент, который позволяет, ну, как бы, чтобы продукты, которые попадают в канал, не засохли до того, как мы, собственно, приступим к последующей обработке. Очень важный вопрос, который я вот пытался наладить, ну, как бы, в какой-то период времени. Тест на герметичность. Вот мы берем аппарат, который стоит нескольких миллионов, да, если он не герметичный, то тут же приводится к его, так сказать, выходу из строя в процессе обработки. Поэтому перед тем, как его обрабатывают, мы должны проверить герметичный миллион, это секундное дело. Более того, даже есть машины, которые используются, которые делают это автоматически, да, и вам просто надо банально помнить об этом и включать, и не забывать об этом, потому что эта процедура нежелательна, обязательно, да, и не в конце, не раз в неделю, после каждого исследования. Потом это все транспортируется в некие лотки, где проводится прессивилизационная обработка. Это чистый канал, щетка, и снаружи обработка. Для этого тоже есть у нас помощники этой машины, которые сокращают время контакта наших сестер с достаточно вредной химией, которая плохо переносится при хроническом применении. То есть переносится аппарат, включается, погружается в раствор инвергента, в специальный разъем, подключается канал, и уже в течение 15 минут, и сколько мы хотим, гоняется раствор, в 7 каналов, да. Иногда каналов в аудоскопе бывает больше, чем один, и сестры тоже должны это знать. Очень тяжело вешать операционную аудоскопу перед операцией, потом смотреть, что на пидончик, который там с низу аудоскопа стекает какашки от предыдущего пациента, потому что, как бы, сестра думала, что канал-то один, ну, то есть, таким аппаратом работать нельзя. И ДВУ по современным требованиям, конечно, ручная мойка, это должно уходить из нашей жизни, высокого уровня должна быть автоматическая, с использованием автоматических мощных машин. И постобрабоченное хранение аппарата тоже должно быть в шкафах, специально оборудованных, с продуванием каналов. Ну и, конечно, мы должны предъявлять требования к себе. Мы должны думать во время исследований, читать до и после исследований, не торопиться во время исследований, потому что, как бы, вернуть этот процесс нельзя. Все вопросы, которые мы хотим решить, они должны быть решены во время аудоскопии. Правильно регистрировать результаты исследований, чтобы нас понимали другие доктора. И сами мы, может быть, через год себя бы поняли, да, о чем мы говорили. Соответственно, правильно описывать, при возможности записывать либо цифровые фотографии, либо видео, если есть такая возможность, чтобы потом говорить друг с другом, с другими коллегами на одном языке. Не торопитесь, очень важная вещь, вот пару слайдов из зарубежной презентации по поводу диагностики пищевода Баррата. Если мы тратим на обследование пищевода 5-6 минут, то мы в разы больше находим всяких изменений онкологического характера, в частности, у пациента с пищеводным Барратом, это общеизвестный факт. А если мы на каждый сантиметр на пищевод тратим больше одной минуты, то эти находки, в том числе онкологические, находятся еще чаще. Но возникает вопрос, есть ли у нас в токое время, да, в нашей очереди, раз, и при пациенте, который себя ведет не очень хорошо. Мы должны думать о условиях проведения нашей эндоскопической исследовании. Если мы назреваем какую-то болезнь, возможно, надо человека мотивировать на то, чтобы это был исследователь поседатель, который дает ответы на вопросы. Потому что, когда сделает человек какое-то исследование, скажет, у тебя все нормально, и через год он приходит с каким-то запущенным логическим процессом на эти вопросы, которые мы должны задавать себе. И пациент у нас не задает нам. Не буду мучить какими-то классификациями, но каждая болезнь имеет свою классификацию по тому или по другому актору. Мы должны, собственно, в нашем протоколе отмечать все эти болячки и описывать, как это требует международный стандарт. Потому что это не даймоди какой-то, это как бы вещи, которые четко сопряжены с лечением пациентов. В результате нашего протокола мы должны получить какую-то стратегию лечения, наблюдения или какого-то хирургического лечения, включающего оперативную эндоскопию, либо какое-то более традиционное хирургическое решательство. Итак, эндоскопическая диагностика требует время, высокого качества эндоскопа, применение дополнительных окрасок, как связанных с аппаратом, так и дополнительных красителей, правильное описание регистрации выводных изменений, конечно, тренировка и опыт, что зависит только от нас и исключительно от нашей мотивации. И спасибо вам всем здесь, что вы пришли подчеркнуть, пополнить свою копию познаний. Ну и верификация биопсии. Не забывайте про биопсию. Любое, ну, как бы, любое нужное. Да, биопсию можно не только брать, а иногда надо подумать, когда биопсию не брать. Но это комплекс, который сам доктор решает, если он думает дальше о пациенте, как он будет учиться. Ну, наверное, все. Я понимаю, извините за некий сумбур, потому что металл из разных сторон, но мне кажется, что здесь некие аспекты, которые мы думаем, что мы их знаем, но не всегда это правда, всегда это работа, поэтому такие аспекты. Может быть, они пара-фентоскопические, но очень важны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю, насколько это нужно. Если предложение, дискуссию и вопросы, записывших потом, мы уже говорим, наверное, в процессе все-таки... Актуальные вопросы на КМХ, в смысле, сейчас, если они есть, задать так, чем актуальные вопросы, а дискуссию можно восприять, как некое должное, сказанное, либо истинное. Есть вопрос касаемо подготовки желудка. Ну, вы упомянули о том, что подготовка желудка натощак, но сейчас очень часто обсуждается, что желудок требует специальной подготовки муколитиками и прочими препаратами, которые действительно позволяют улучшить визуализацию относительно обычного желудка, даже натощак, с которым придет пациент, который обычно содержит и слизь, и желчь может содержать, и прочее, какое-то содержимое. Я не могу сказать, потому что это вопрос дискутабельный, да, но, как бы, если вы подозреваете, что желудок надо очистить пациенту предварительно, то, конечно, использование прокинетиков имеет большое значение. Если вы говорите про муколитики, то, ну, у нас, как бы, одно время сейчас, к сожалению, нет, но мы это все вернем. Просто каждый пациент перед эндоскопией минут за 10 понимал где-то порядка 50 литров эспонизаны, да, плюс была экспозиция, когда эспонизан должен подействовать, да, во время этой экспозиции вы, собственно, освещаете кондиционную литературу, которая стоит в коридоре наследия, ну, и в последующем идут. Но это важно, да. Просто в нашей жизни, реально, вот в жизни нашего отделения мы просто концентрируемся, в основном, на оперативной эндоскопии, и, как бы, диагностика, она, ну, проходит не то, чтобы мимо, но и ключевая часть. Вообще, конечно, желательно обрабатывать эспонизан. Второй вопрос, который вот вчера обсуждался в лайфе, есть определенные аппараты с WaterJet каналом, которые позволяют подготовить желудок непосредственно во время эндоскопии, да, то есть убрать всю слизь, используя водичную воды, но это требует, опять же, времени. Естественно, от того, чтобы качественная диагностика, мы должны видеть чистый желудок, но не всегда наши надежды, связанные с какой-то подготовкой и лекарственным препаратами, они завершаются логическими результатами, желаемыми, да, поэтому это, ну, та часть, которая заложится, собственно, опять же, на процедуру исследования. Если мы хотим иметь слизь, то мы должны иметь слизь, покрытую пеной, там, не знаю, чем-то, желчью, желудок должен быть чистый. Если мы не добиваемся в медикаментозный док, тогда мы должны сделать полезный слизь. Спасибо. Какие витамины красители на сегодняшний день существуют? Если, наверное, регистрации, которые можно смело доказать, приобрести и пользоваться? Пусть, кислота. Именно для лекарственных, это не для лаборатории, там, не для любого материала? Кормин никто не отменял. Он, собственно, есть. Он не дешевый, но если он мог, пожалуйста, всегда у нас есть. Но об этом надо думать и заботиться. И еще объяснить аптеке, что его надо писать, зачем, в таком объеме. Отчитаться о том, чтобы вы им отратились. Так, протокол не забывайте, потому что этот аппарат не из дешевых, так скажем. Если брать пищевод Боретта, то ничего лучше, чтобы с латыни. У нас есть, как бы уже сестры знают, даже если есть, человек пищевод Боретта, то человек идет по качеству пищевод Боретта, распроедируется. Процент, который используется для исследований, на самом деле, меньше, чем пищевой. Да, пищевой 9. Да, а вообще аптека готовит. То есть он не может быть запрещен, потому что люди его сами едят. Одна процента. Одна процента. Одна, тебе, трех. У нас аптека готовят 2 процента. Да, но он живет 3-4 дня. Соответственно, как бы просто банышка заклачивается, он делает, он заклачивается, делается, а использует его раз в месяц, в лучшем случае. Если вы думаете, что это такая частая болезнь, то он глубоко живет. У нас просто очень много акцентированного внимания, а болезнь абсолютно нет. Продолжаем.